В имя Отца и Сына и Святого Духа Очень часто мы в Храме Божьем слышим проповеди, которые рассказывают нам о Боге. А вот некто может думать, ну как же ты, батюшка, говоришь о Боге, когда ты не видел Бога? И скажи, докажи мне, есть Бог или нет, когда Его никто не видел. Поэтому, братья и сестры, сейчас мы с вами поговорим о том, есть Бог или Его нет. И если есть, что доказывает, что Господь есть? Как было сказано, Господь невидимое существо, поэтому глаза материальные наши видеть Его не могут. Мы видим только грубые материальные вещи, которые уловляют и воспринимают наш материальный глаз. А вот Господь, чистейший Дух, это значит, что там и малейшей материи нет. Это живое существо, разумное, премудрое и вездесущее. Вездесущее, это значит, что нету места во Вселенной, где бы Бог в одно и то же время не был. Вездесущее, это значит, что вот весь мир, вся Вселенная движется, миллиарды галактик, в каждой галактике миллиарды планет, и Господь везде пребывает в одно и то же время. И вот Господь, будучи невидимым, нематериальным Духом, Он есть и пребывает, все творит, и без Него ничего не может быть. Но вы скажете, откуда? Ты знаешь, Батюшка, что есть Бог? Говорить можно, а что доказывает факт конкретно? Мы с Вами не видим множество вещей, не видим радиоволн, магнитного поля, лазерных лучей, не видим, как ток идет по проводам, не видим даже грубого воздуха, которым мы с Вами дышим. Но в это же время мы верим, что эти силы есть. Почему? А потому, что видим, как они проявляют себя в мире. Приемник говорит, значит, есть радиоволна. Магнит тянет к себе металл, мы определяем, что есть сила, магнитное поле. Приемник, или припустим, лампочка говорит, мы определяем, что есть ток. Как мы дышим или чувствуем дыхание ветра, мы определяем, что есть воздух. А как же определить, что есть Господь? А вы посмотрите вокруг себя и увидите везде и всюду руку Его. Мы знаем с Вами, что ничего само по себе не бывает. Самый простый рисунок на пыли сам по себе вовек не нарисуется. Будет проходить тысячелетия, миллионы лет, пыли только будет толще и больше. А вот ничего там не нарисуется само по себе. Какой-то треугольник, цветочек вовек не нарисуется. А если такой пустяк на пыли вовек не нарисуется сам по себе, то как же в натуре могла создаться такая премудрая машина, Вселенная, наша планета Земля, наполненная растительным миром, животным миром и человеком. Вот когда мы, припустим, идем в пустынном месте и увидели каких-нибудь пять-шесть камней, которые положены друг на друга в стенку. Что скажем? Слушай, здесь кто-то был. А почему? А смотри, камни положены в стенку. Совершенно пустяк. Камни положены, без цемента, без ничего, а просто друг на друга правильно сложены. И мы уже сразу заключаем, что здесь кто-то был. И не медведь, и не слон. А кто? Человек. Потому что только человек может это сделать. Но это по сравнению с тем, что есть во Вселенной, это чистейший пустяк. И вот этот пустяк свидетельствует о разуме и руке человека. А вот Вселенная – это не пустяк. Каждая клеточка у нас сложнее всякого нашего самого сложного компьютера. Но что такое одна единственная клеточка по сравнению с всем организмом? А что весь организм по сравнению с всем Вселенным и всем живым здесь на Земле? И все это вопиет к сердцу человеческому. Смотри, как премудрый и как великий Господь, Творец мой. Каждая букашечка насколько правильно создана и так красиво украшена, что смотришь и удивляешься. Удивляешься Творцу, мудрости Его, Его вкусу. Посмотрите на мир цветов. Каждый цветок как бы прославляет по-своему великого Создателя, всемогущего Бога. А вы посмотрите, как создана наша планета Земля. Сверху как будто кожей натянута озоновый слой вокруг нашей атмосферы. Зачем? А зачем у нас кожа? Она не должна пропускать никакие микробы в наш организм. Вот так само и та кожа, озоновый слой. Он не пропускает убийственных лучей в нашу атмосферу и на нашу Землю. Иначе в себе умерли, жизни бы не было. А дальше посмотрите, как премудро создана наша атмосфера. Прекрасна и прозрачна она, и дает жизнь, и мы живем. А посмотрите нашу планету, Землю саму по себе. Как премудро, опять же, слой Земли. Внутри идет камень, фундамент. А потом идет глина. Глина тоже плотная, материя. А сверху чернозем. А почему? А потому что чернозем полезный для того, чтобы можно было садить и выращивать. А возьмите, если бы хаотически, без разума это создавалось, и вдруг внизу, значит, чернозем, а потом камень, в том глина. Что бы росло? Какая бы жизнь была? А все мудро, все премудростью создано. А посмотрите, у нее это планеты нашей Земли. Вы увидите, что все как будто в кладовой, сложено и спрятано для человека, для его разума и его руки. В одном месте нефть, а там, припустим, такая руда, а в другом месте такая руда. Если бы это все хаотически, без разума, все было перемешано, винегрет, а здесь никакого винегрета нету. Здесь все точно на своем месте. Да и Господь, зная, что некие металлы будут, если в чистом виде, будут портиться, Господь создает их законсервированные в руде. Они там могут лежать миллионы лет, и когда на это время придет, человек откроет эту кладовую, возьмет своим разумом, очистит, и будет иметь ту или другую вещь, которую он считает нужным сделать. Если бы Бог все это не сделал, мы бы до сегодняшнего дня деревянными ложками еще кушали, и, возможно, ездили бы велосипедами деревянными, с деревянными колесами. А здесь, видите, Господь все как бы предусмотрел. Ага, я человеку открою после великие науки, тайны своего творения. И вот он, даем ему разум, и он возьмет это все, и сделает во благо себе и во славу Божию. Он будет пользоваться этими земными благами и прославлять своего великого и доброго Творца. Но мы, мы это не делаем. Мы берем себе все из Божьей кладовой, но и не думаем его благодарить и прославлять. И вот, братья и сестры, на что не посмотришь, все как бы взывает, взывает о мудрости и разуме творения. Мы знаем с вами, что только живое может дать жизнь. Мертвое в жизни не произведет. Мертвая женщина вовек не родит живого ребенка. Даже если у нее все органы на месте. Но она родить не может живого ребенка, потому что она уже не обладает жизнью. Хотя жизнь была в свое время, но уже жизни нет, и она жизнь не может дать другому. А тогда скажите, как наша мертвая материя могла, которая никогда не жила и не была живой, могла родить такой прекрасный мир живой. Я имею в виду растительный мир, животный мир и человека. Так вот, это говорит все. Раз жизнь есть, значит должен творец быть живой. Раз мудро все создано, значит он должен быть премудрый. Раз создание великое, колоссальное, могущественное, значит он должен быть всесильным и всемогущественным. Но что я хочу сказать. Нужно помнить, что не каждому человеку дано увидеть руку Божью, увидеть руку Творца и увидеть самого Бога. Скажете, покажи мне Бога. А ты посмотри вокруг себя, везде Господь, как в зеркале, отбивается, показывается. Вот посмотри вокруг здесь в храме и увидишь руку человека, его разум, да, его талант. На что не посмотришь, каждое, как бы в сердце твое говорит, смотри, какой мастер меня сделал. Вот резьбу резчик, да. Припустим, по золоту, по золотчик, и так дальше, и так дальше. А ты посмотри вокруг себя, выйди на улицу, и ты увидишь великого Бога. То есть его руку, и этого достаточно. Но написано в Священном Писании, что блажение чистее сердцем, якоти и благоузрят. Не каждый может увидеть Господа, его руку и поверить в Него, а имеющий чистоту сердца. Естественную чистоту сердца по-настоящему никто не имеет, разве что святые. Мы же здесь на земле не можем сказать, что у нас чистота сердца. Но относительно чистота может быть. Вот возьмите окно в квартире. Чем чище стекло, чем больше свет идет в помещение. Чем грязнее стекло, тем меньше свет пробивается в помещение. А если оно совершенно грязное, свет упирается, а вот уже пробиться в помещение не может. Так вот, чем чище совесть человеческая, тем больше он может воспринять и увидеть благодать Божию, самого Господа, увидеть Его руку. А чем грязнее человеческая совесть, тем тяжелее он может увидеть Господа. А если совесть сожженная, как мы говорим, человек бессовестный, вот тогда он видеть не может Божество. Хотя зрение материальное наших органов может быть прекрасное, но в то же время у него слепота души. Он не видит ничего. И вот ты ему говори, он смотрит на тебя и ничего не видит. Знаете, один раз, это было лет 20 назад, как-то я ехал с одним водителем. И он, видя и зная, что есть священник, начал задавать, по его мнению, каверзные вопросы. Ну и говорит, вот скажите, вот всем понятно, когда вы освящаете воду, вы вставляете в воду серебряный крест. Серебро делает реакцию с водой, убивает микробы, и вода не портится. Правда же? И так с насмешкой ехидно смотрит на меня. Я говорю, да, вы тут ошибаетесь. Любой крест освятит воду, деревянный, медный, любого материала, не имеет значения. Только бы крест сам был посвящен. И тогда благодать Божия через него освящает воду. Я говорю, вот когда в старое время, беседа была при советской власти. В старое время, когда-то шли на реки и освящали воду. Там делали прорубь. И священник на 3 секунды, 5 секунд опускал крест в воду, благословляя трижды воду. И за то прорубь уже люди брали святую воду, которая не портилась, имела божественную силу. Говорю, разве можно в проруби, значит, и через прорубь во всей воде, реке, как бы сказать, убить микробы? Пусть будет, говорю, трижды серебряный крест, но священник его опустил в воду и сразу же вытащил. Вода, которая умывала крест, ушла вниз по течению, а новая, свежая, пришла. А люди после уже, приходит время, после там остальных молитв, идут и прямо черпают. Но ту воду, не ту воду, которая умывала крест, а та, которая была за полкилометра вверху по течению. И вот вода не портилась. А она говорит, знаете что, батюшка, все равно, вы с серебряным крестом и серебро фактически делает свое дело, не надо мне говорить. А я говорю, знаете, на кого вы похожи? Говорит, на кого? А она говорит, я сижу у вас и буду сейчас говорить, вы знаете, ваш автомобиль едет на воде. Вы начнете его смущать, не может быть, бензин, вы что, на воде он не пынет. Я говорю, знаете что, не надо мне говорить, на воде, на воде едет. Вот, точно так вы сейчас выглядите в моих глазах, как бы я выглядел в ваших. Поэтому тот, кто хочет узнать истину, Бог ему открывает. Открывает тому, кто имеет определенную чистоту сердца, то есть тянется и старается освободиться от этой грязи духовной, которая закрывает глаза духовные ему. А если человек не хочет, не хочет поверить, он никуда не поверит. Как-то мне тоже пришлось говорить из одной молодой женщины. Я стараюсь всячески доказать, что Бог есть. Она слушала, слушала, потом говорит, батюшка, не трудитесь, все равно я не поверю. Я говорю, а почему вы не поверите? Потому что я не хочу поверить. Вы понимаете? Я не хочу поверить. Если я поверю, мне надо изменить полностью образ жизни. А я образ жизни не хочу менять. Мне так хорошо. И поэтому я не хочу верить. Ничто. И я упустил руки. Значит, вот, братья и сестры. Чистота сердца. Орязь души. Насколько бывает, омрачает душу, глаза духовные, что человек просто не хочет. Знаете, вот, когда человек в темноте, в темной полностью комнате, да, он как-то привык, и ему неплохо. И вдруг резко включите сильный свет. Что он будет делать? Он сразу же закроет глаза. Почему? Потому что свет зарежет очи. Ему будет неприятно. Ему будет дискомфортно. А так, братья и сестры, человек, находясь в грехах, ему так хорошо, он привык, и менять жизнь не хочет. И вдруг засветит свет Христов, вера в его сердце. Ему будет дискомфортно. Как лишиться всего? Когда я поступил в семинарию, это было в 1974 году, все мои друзья за голову ухватились и говорят, так он что, сдурел? Это уж надо отказаться от всего. А скажите, от чего отказаться от всего? От матери? От отца? От правды? От милосердия? Нет. Это отказаться от чего? От обмана, от зависти, от гнева, от всякой лжи. Отказаться от грубости, от сквернословья, от курения, от пьянства, от наркомании. Да, надо отказаться. Ради Господа. И ради спасения собственной души. Но это, это ты не отказываешься от чего-то хорошего, светлого, доброго. Отказываешься от грязи. Ты идешь в баню, ты отказываешься от всего. От чего? От того, что налипло на теле твоем. Ты хочешь умыть его. Вот так и, идя к Богу, ты должен отказаться от всего. От всего грязного, которое пачкает, которое ослепляет твою душу. И взять крест свой, как Господь сказал, и следовать за ним. Господь сказал, когда хочешь идти за мной, откажись от себя и возьми крест свой. Отказаться от себя, это значит от своего греховного я. Отказаться от всех страстей, пороков, которых тебе хорошо и приятно. И у которых ты лежишь, как бывает свинья в навозе. Вот от чего нам нужно отказаться. Восстать от этого навоза. Вымить свою душу. Через таинство покаяния, покаянием, осветить ее святым причащением. Иначе быть светом, лучиком света для каждого человека. Везде темно, да? Мрачно. Ты появился, и люди заулыбались. Почему? Потому что ты принес добро. Из тебя идет, идет благодать Божия, которая умиляет человека, которая радует человека, который чувствует блаженство, благодать. Вот, братья и сестры, не удивляйтесь, если говорят, что нет Бога, если говорят, что не веруй в Бога, еще не доспел человек, еще та грязь, в которой он валяется, еще она не надоела ему, еще он чувствует и испытывает приятность от этого. Но когда она надоест ему, когда он увидит уже своими глазами, где он валяется, когда ему противно станет эта грязь духовная, грех, вот тогда уже он начнет искать Высшего. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok